Приветствуем всех на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. ФРС сохраняет процентную ставку без изменений, а цена биткоина падает. На фоне паники, вызванный сек, объем биткоинов на биржах упал до пятилетнего минимума. Согласно публикованным документам, Виталий Бутерин причастен к печально известной речи Хинмана об эфире. Так все же ценная бумага или товар? Конгресс проголосует за ясность по криптовалюте. СНС по Бинансу. Чемпинжао опровергает слухи о продаже биткоинов за BNB. СЕК просят больше времени, чтобы ответить на требования Coinbase. СЕК и Бинанс ЮЭС вынуждены будут договориться для того, чтобы избежать заморозки активов последней. Тизер перетасовывает колоду. 750 миллионов долларов США переведены из сети Tron в сеть эфира. Встречаем Uniswap версии 4. Вот что нового. И в завершении видео макроэкономическая аналитика от Олесио Растани. Оставайтесь с нами. Горячие новости. ФРС оставила процентную ставку без изменений. Федеральный комитет по открытым рынкам ФОМС в среду объявил о своем решении приостановить повышение процентных ставок, как и ожидалось на финансовых рынках. При этом Центробанк дал понять, что дополнительное повышение ставок возможно позже в этом году. Данное решение было принято на фоне снижения уровня инфляции в США в мае 2023, когда индекс потребительских цен вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. И цена биткоина на это отреагировала. На момент подготовки данной новости она упала более чем на 4% и в настоящий момент остановилась на отметке в 25 тысяч долларов. При этом большинство чиновников ФРС видят возможность снижения ставок в 2024. Между тем, индекс S&P 500 резко упал на 0,45% после решения FMMC, а индекс NASDAQ Composite упал даже на 0,52%. Объем биткоинов на биржах упал до 5-летнего минимума. Спасибо, SEC. Блокчейн-аналитическая компания Sentiment сообщила, что объем биткоинов на биржах в настоящее время составляет 6,4%, что является самым низким уровнем с февраля 2018. Быстрый переход к самостоятельному хранению криптовалюты связан с серией исков SEC против ведущих криптобирж – Binance и Coinbase. Данные Sentiment показали, что криптотрейдеры продолжают выводить свои активы в биткоинах с бирж. В настоящее время на таких платформах хранится только 6,4% всего объема биткоинов, тогда как в начале 2020-го этот показатель составлял 16%. Главной причиной сохранения этой тенденции могут стать недавние судебные тяжбы, которые SEC США начала против двух криптогигантов – Binance и Coinbase, и последующие проблемы с доверием, которые могут возникнуть у других компаний. Данные Sentiment также показали, что самый массовый вывод биткоина с бирж произошел после краха FTX в конце прошлого года. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что процент биткоинов, хранящихся на биржах, будет по-прежнему находиться на нижнем уровне, так как в отношении торговых платформ существует большая неопределенность. Однако, как правило, это положительный знак для актива, поскольку давление со стороны продавцов должно быть намного меньше, учитывая меньшее количество биткоинов, хранящихся на биржах. Итак, из-за раскрытых документов стало известно, что Виталик Бутерин причастен к печально известной речи Хинмана об эфире. Основатель эфира Виталик Бутерин был вовлечен в процесс, приведший к печально известной речи Хинмана, которая предоставила только эфиру особое понимание в том, что он не является ценной бумагой, раскрыли последние документы. И для этого Хинман обратился за консультацией к Виталику Бутерину. Многие важные документы, связанные с речью Хинмана, включая заявление Ripple, управили 56.1, наконец-то стали доступны для всеобщего обозрения. В этих документах сказано, что SEC консультировалась с Виталиком Бутерином в процессе, приведшем к неоднозначной речи. 31 мая 2018 в Комиссии по ценным бумагам и биржам США усилилось сопротивление рекомендации против включения эфира и биткоина в качестве примеров цифровых активов, которые больше не являются ценными бумагами. 4 июня, являющимся тогда директором SEC, Хинман поделился черновиком выступления с руководителями подразделения комиссии. В этом документе упоминается, что Хинман заявил, что позднее на этой неделе он позвонил Бутерину, чтобы подтвердить понимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США того, как работает Ethereum Foundation. Он добавил, что этот шаг предполагает, что черновик не отражает понимание Хинманом того, как работает эфир. Но офис главного юрисконсула SEC не хотел включать эфир. Важно отметить, что управление главного юрисконсула SEC, OGC, предложило удалить формулировку проекта об эфире. OGC был обеспокоен теми трудностями, с которыми ему придется столкнуться, занимая другую позицию в отношении эфира в будущем. Главный юрисконсул также добавил, что у Бутерина из эфира гораздо больше подробностей, чем у обычного розничного покупателя эфира. Это привело к тому, что OGC предложило удалить формулировку об эфире из окончательной версии проекта. Так все же, крипто – это ценная бумага или товар? Конгресс проголосует. После слушаний Комитета по финансовым услугам во вторник, в июле будет проведено голосование по законопроекту о цифровых активах, который внесет ясность в криптоиндустрию. Во вторник состоялось слушание, на котором обсуждалось два законопроекта, касающихся получения ясности в отношении экосистемы цифровых активов и стейблкоинов. На слушаниях присутствовали и давали показания представителей криптоиндустрии. И что там по структуре рынка цифровых активов? А вот что. В меморандуме для слушаний утверждалось, что определение того, попадает ли цифровой актив под определение ценной бумаги или товара, было в кавычках «сложным» вопросом для США. Часто цитируемый тест Хоуи должен соответствовать всем четырем его характеристикам, чтобы любой конкретный цифровой актив мог быть представлен в качестве инвестиционного контракта и, следовательно, классифицирован как ценная бумага. Но утверждается, что одна или несколько из этих характеристик могут не относиться к определенным цифровым активам. В итоге было выдвинуто предположение о том, что как комиссия по ценным бумагам и биржам SEC, так и комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC склонны действовать посредством принуждения, а не диалога. Далее было добавлено, что эти агентства не всегда согласны с тем, какие цифровые активы попадают под их компетенцию. Был приведен пример, когда председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Гэнслер заявил, что считает все цифровые активы ценными бумагами, за исключением биткоина. При этом, с другой стороны, CFTC недавно возбудила принудительные действия против Binance, утверждая, что биткоин, BUSD, лайткоин и эфир являются товарами. Было сказано, что эти несоответствия являются веской причиной для «неотложных действий конгресса». А что там по стейблкоинам? А по ним было установлено, что существует четыре классификации стейблкоинов. К ним относятся стейблкоины, обеспеченные фиатом, стейблкоины, обеспеченные криптовалютой, стейблкоины, обеспеченные товаром и вообще не обеспеченные стейблкоины. Также было отмечено, что в настоящее время существует более 200 различных типов стейблкоинов, общей стоимостью более 130 миллиардов долларов. И когда голосуем? По словам Патрика МакГенри, председателя комитета Палаты представителей США по финансовым услугам, законопроект о цифровых активах будет поставлен на голосование, как только законодатели вернутся с каникул в начале июля. Снова SNS про Binance. Но CZ опровергает слухи о продаже биткоинов за BNB. Среди текущих проблем с регулированием и давления со стороны сообщества, крупнейшая в мире биржа оказалась в затруднительном положении. Совсем недавно генеральному директору Чемпинжао пришлось опровергнуть слухи о том, что биржа продает биткоины для поддержания собственной валюты BNB. Во вторник, 13 июня, начали распространяться слухи о том, что Binance завершает финансовую операцию, которую некоторые называют манипулированием рынком. В частности, один пользователь Twitter предположил сложную цепочку транзакций с участием биткоинов Binance Coin, Tether и Binance USD. Он допустил, что Binance начала поддерживать BNB 27 мая, используя свои резервы биткоинов. По словам пользователя, цель операции якобы заключалась в том, чтобы защитить собственный токен Binance BNB от падения. В ответ генеральный директор Binance сразу же опроверг эти слухи, заявив, что биржа не продавала биткоины. В твите от 13 июня Чемпинжао сообщил, что Binance не продавала ни один из своих активов в биткоинах или BNB. Он также упомянул, что криптобиржа по-прежнему хранит нативный токен рухнувшей биржи FTX – FTT. «Это удивительно, как они могут точно знать, кто продал, основываясь только на ценовом графике с участием миллионов трейдеров», – заключил CZ. В настоящий момент нет никаких доказательств того, что Binance продает свои биткоин-резервы. Как предположил CZ, критики не предоставили данные с конкретных адресов кошельков. И очевидный вывод – не поддавайтесь на SNS. Гарри Генслеру нужно больше времени, чтобы дать ясный ответ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в письме от 13 июня в апелляционный суд США по третьему округу заявила, что ей требуется еще 4 месяца или 120 дней, чтобы дать ответ на запрос Coinbase о предоставлении ясности в отношении индустрии крипто. Coinbase подала иск против SEC после того, как регулятор заявил, что не спешит реагировать на требования биржи о ясности регулирования. В своем заявлении Coinbase обвинила агентство в целенаправленном игнорировании его петиции о принятии четких правил для криптоиндустрии. Биржа подала петицию после того, как SEC заявила, что не будет рассматривать запрос Coinbase о немедленном разъяснении правил криптовалюты. 15 мая SEC подала ответ на предыдущую петицию Coinbase и заявила, что не готова удовлетворить требования биржи. Но Coinbase продолжает требовать регуляторной ясности. Датированный 15 мая отказ SEC был ответом на апрельский иск Coinbase, вынудивший агентство дать ответ «да» или «нет» на петицию, поданную в июле 2022. В петиции 2022 года излагается список вопросов, требующих прояснения характера ценных бумаг и того, как SEC определяет, является ли актив ценной бумагой или нет. А 20 марта Coinbase подала предыдущую петицию с просьбой к агентству исключить стекинг из своего списка ценных бумаг. Индустрии срочно нужны новые правила, но SEC не согласна. В своем отказе удовлетворить запрос Coinbase о ясности регулирования SEC заявила, что необходимы новые правила, поскольку она считает цифровые активы ценными бумагами. Агентство заявило. Петиция о нормотворчестве, в отношении которой Coinbase требует немедленного решения, просит комиссию предпринять ряд дискрепционных действий для замены существующих применимых законов и правил о ценных бумагах, всеобъемлющим новым режимом регулирования торговли криптоактивами, которые являются ценными бумагами. В общем, Гарри, как обычно, не дает никаких конкретных ответов и лишь тянет время. SEC и Binance US договорятся о сделке, чтобы избежать полной заморозки активов. Binance US и Комиссия по ценным бумагам и биржам США договорились о соглашении, которое позволит бирже избежать замораживания всех ее активов. 14 июня окружной судья США Эми Берман Джексон передала обе организации мировому судью для выработки компромиссного решения по защите средств клиентов без необходимости закрытия биржи. «Полное закрытие приведет к серьезным последствиям не только для компании, но и для рынков цифровых активов в целом», — сказала Джексон на слушаниях 13 июня. Судья Джексон также отметила, что она не примет окончательного решения по ходатайству SEC о временном запретительном судебном приказе, пока обе стороны не проработают ситуацию с мировым судьей. Прежде чем судья Джексон приняла решение на слушание, бывший поверенной комиссией по ценным бумагам и биржам США Джон Рид Старк сообщил своим 20 тысячам подписчиков в Твиттере, что существует «большой конфликт между двумя сторонами» в плане того, что они хотели бы получить от слушания. При этом Старк пояснил, что это не означает, что судья не может прийти к компромиссу и найти сама точки соприкосновения. SEC подала экстренное ходатайство о временном запретительном судебном приказе на Binance US 6 июня после того, как обвинила генерального директора Binance Чемпинжао в возможности доступа к средствам клиентов Binance US. Тизер перетасовывает колоду карт, перемещая 750 миллионов USDT из сети Tron в сеть эфира. Компания Teaser Holdings, имитент стейблкоина USDT объявила, что будет работать со сторонней биржей для конвертации 750 миллионов долларов США из трона в сеть эфир посредством чейн-свопа. А для обеспечения поддержки ликвидности стейблкоина криптобиржа Binance сообщила в Твиттере в понедельник, что организует обмен 750 миллионов пар токенов в Тизер Tron на Тизер Эфир. Тизер заверил, что общее предложение USDT не увеличится и не уменьшится в результате этих операций, и Тизер удерживает привязку к доллару один к одному. Данный обмен токенами затронет Tron, девятую по величине криптовалюту по рыночной капитализации в 6,3 миллиарда долларов, а также Эфир, вторую по величине криптовалюту по рыночной капитализации в 210 миллиардов долларов. Данное движение по перебалансировке ликвидности USDT на Эфир путем перехода из области с избытком в область дефицита оставляется наиболее разумным объяснением различных выдвигаемых теорий относительно того, почему осуществляется данное перемещение. В понедельник, в предшествии обмена, Тизер очередной раз выпустил 1 миллиард долларов в стеблкоине в блокчейне Эфир. Технический директор Пауло Ордиона написал в Твиттере, что недавний монетный выпуск стоимостью 1 миллиард долларов является одним из шагов по увеличению предложения Тизер в блокчейне Эфира. Встречайте, Uniswap версия 4. И вот что нового. Ведущий протокол децентрализированной биржи Uniswap объявил во вторник о своем обновлении до версии Uniswap версия 4, добавив в протокол множество настраиваемых функций. Команда также открыла исходный код своего протокола, чтобы пригласить любого разработчика в свою экосистему. Так что же нового принесла версия 4? По словам Uniswap Labs, основным нововведением является включение так называемых хуков, описываемых как контракты, которые выполняются в различных точках жизненного цикла действия пула. В Uniswap у каждого пула ликвидности есть свой жизненный цикл, в течение которого создается уровень комиссии по умолчанию, а также ликвидность добавляется и удаляется, а пользователи обмениваются токенами. Хуки обеспечивают более настраиваемую ликвидность в пуле, указывая код для выполнения действия в определенных точках жизненного цикла, например, до или после свопа или изменения позиции LP. В предыдущей версии протокола жизненные циклы были связаны и выполнялись в очень строгой последовательности. Возможности, которые представляют такие контракты, многочисленны. Uniswap заявила, что теперь планирует экспериментировать с средневзвешенным по времени маркетмейкером, который позволяет пользователям распределять ордера на покупку в течение длительного периода времени. Это похоже на автоматическое DCA, то есть усреднение в долларах, инвестиционную стратегию для распределения инвестиций в крипто во времени для защиты от временной волатильности. Другие функции включают в себя динамические сборы элементной ордера в цепочке и внесение ликвидности в недопустимого диапазона в протоколы кредитования. Вот что об этом говорит сам Uniswap. На самом деле, небо лишь предел. Uniswap уже предоставил набор примеров контрактов хуков, чтобы помочь разработчикам понять структуру и поделился ранней реализацией своего кода. Важно отметить, что стоимость создания пула на Uniswap версии 4 также снижена на целых 99%, поскольку все пулы живут в рамках одного контракта. В апреле объем торгов Uniswap официально превысил полтора триллиона долларов. Что ж, Uniswap, наше поздравление. И завершает наш выпуск макроэкономический взгляд на ситуацию в рынке от Alessio Rastani. За основу своего анализа Alessio берет ситуацию на фондовых рынках, так как подразумевает высокую корреляцию между ними и ценой на крипто. Используя основы технического анализа, Alessio приходит к следующим выводам. Если в последующие несколько недель S&P и, например, Dow Jones в фондовой рынке, если у них образуется падение, и, на мой взгляд, это падение или откат, вероятен. И повторюсь, что я говорю об откате, корректирующем падение, а не о крупном макрообразующем крахе. Итак, если в последующие несколько недель мы с вами увидим падение или откат, что, на мой взгляд, вероятно, с учетом того, какое у нас до этого образовалось ралли, и мы уперлись в сопротивление. То есть, если мы в следующей неделе увидим это падение, что образует корректирующую природу. То есть, если это движение, корректирующее движение, будет иметь три волны, не забывайте, друзья, что корректирующие падения имеют природу трех волн ABC. А то это будет хорошим сигналом, до тех пор, если это корректирующее падение не преодолеет уровень поддержки. Но предположим, что эта корректировка будет находиться выше поддержки и будет иметь корректирующую структуру в три волны ABC. То это будет хорошим знаком для рынка. Это значит, что мы не имеем продолжения ранее присутствующего бычьего рынка. Это будет сигналом здоровой коррекции перед тем, как получить новые свежие движения к высотам, к отметкам 4500, 4700, вероятно, к концу 2023. Но, однако, если следующее падение будет иметь природу импульса, а импульс означает, я уверен, что вы знаете, натуру из пяти волн, то есть, если последующее падение фондовых рынков будет иметь природу пяти волн и импульсную природу, то это будет очень опасным сигналом. Таким образом, внимательно следите за структурой того, каким будет следующее падение в ближайшей неделе фондового рынка. Вот такие напутствия от Олеси Орастани. На момент подготовки этой новости рынок уже увидел значительную коррекцию практически в 4%. Что ж, запасаемся терпением, а также попкорном, так как впереди нас ждет очень много интересного. Желаем вам отличного трейдинга, прекрасных выходных и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова